Новый год последние 35 лет принято отмечать перед телевизором. Именно 31 декабря показывает популярный телефильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» с не менее знаменитой историей двух обладателей новых квартир. По «Иронии судьбы» герой моего сюжета ждет новоселье уже 9-й Новый год. Сергей Козин живет в банковском сейфе. И сегодня он тоже готовит свое скромное жилище к этому празднику. Три еловые веточки на удачу и 9 елочных шаров. Столько лет кенельский сирота ждет тот счастливый момент, когда у него появится свой дом. В год «Тигра» квартирный вопрос для Сергея Козина так и остался актуальным. В администрации в Кенеле говорю, когда что? Еще раз повторюсь, мы ничего не знаем, мы заняты. Весь был вопрос, две минуты. Нет, заняты были другими делами. Я как раз приехал, они все опили. Гамлетовское «быть или не быть» для Сергея вопрос не жизни. Выживание, бывший банковский сейф в разрушенном бывшем здании банка, теперь его дом. Чтобы не замерзнуть, спит в одежде, не разуваясь под двумя одеялами. Обогревает бетонную коробку электроплита. Я заболел, ездил по месту жительства в больницу. И то я туда приехал, меня там так и не приняли, только за деньги приняли. А по полюсу, да, бесплатно не приняли. А сейчас на работу официально хочу устроиться. А тут, оказывается, нету той прописки, где я прописан. На карте вообще нет. Восемь лет назад бывший детдомовец по закону должен был получить квартиру. Кенельская администрация предложила бывшую железнодорожную бытовку на платформе «Язевка» в 10 километрах от города. Молодой человек отказался. На чиновников зла не держат. Счастья, здоровья. Что ему еще можно пожелать? Удачи в личной жизни. Ты на рабочем посту, чтобы были чуть-чуть честнее. Новый год бомж по неволе встретит в одиночестве. В трехметровом сейфе всех друзей, а их у Сергея много, к сожалению, не разместить. Но подбой курантов снова загадает заветное желание. Получить в год кролика квартиру и жениться. Сергей Козин 20-й в очереди на жилье. Молодой человек надеется, что 12-й год он встретит в собственной однокомнатной квартире. А вместо елочного букета в зале будет стоять обыкновенная елка. В наступающем году я желаю, чтобы все каждый вечер возвращались, пусть в скромный, но уютный собственный дом. С Новым годом! С Новым годом!